МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный приз – автомобиль. Состоялся открытый турнир по борьбе на поясах, посвященный памяти Магомеда Кусеевича Чочаева. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами Мурат Жентезов. Карачаева-Черкесию с рабочей пояской посетили руководитель фракции политической партии «Единая Россия», в Госдуме России Владимир Васильев и депутаты Госдумы Андрей Гурулев и Джамаладин Гасанов. Глава Республики Рашид Темрезов вместе со спикером парламента Александром Ивановым и руководителем администрации главы и правительства Муратом Озовым провел рабочую встречу, в ходе которой обсудили широкий круг вопросов взаимодействия депутатов фракций и органов госвласти Республики. В частности, речь шла о реализации различных совместных проектов по укреплению межнационального согласия. Владимир Васильев руководит Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России», куда входит и региональный филиал по Карачаево-Черкесии. Он подчеркнул, что сегодня общество сплотилось вокруг президента и решения задач по сохранению суверенитета и безопасности России, укреплению согласия. В этом году исполняется 80 лет со дня депортации карачаевского народа в Казахстан и Среднюю Азию. Депутаты «Единой России» отметили несправедливость подобных действий и важность сохранения исторической памяти о репрессиях в целях их недопущения. Вне зависимости от национальности, сегодня наши войны достойно выполняют задачи в рамках СВО. Это касается и множества достойных сынов Карачаева-Черкесии. И сегодня важно сохранить единство и суверенность страны. В Черкесске продолжаются работы по ремонту уличнодорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». За предыдущие четыре года отремонтировано более 50 километров автодорог региональной столицы. До 1 ноября текущего года в нормативное состояние приведут еще 28 участков общей протяженностью примерно 13 километров. На данный момент работы продолжаются на 12 улицах. Так дорожники уложили первый слой полотна по международной Кавказской, Калантаевского, Умар-Алиева и Маджира-Гаджаева. По улице Воробьева осталось обустроить съезды, а также установить дорожные знаки и разметку. Еще на пяти участках запланированный объем работ выполнен почти полностью. В Черкесске сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесии в ходе сопровождения уголовного дела об организации проведения внеигровой зоны азартных игр выявили факт незаконного использования объектов авторского права. По данным оперативников, организатор подпольного игрового клуба, 32-летний житель села Хлотно-Родниковского использовал для осуществления противоправной деятельности контрафактное программное обеспечение, исключительные права на которые принадлежит одной из компаний. Общая сумма ущерба, причиненного правообладателю, составила более 4 миллионов рублей. По материалам, собранным оперативниками, следственным управлением МВД по Карачаево-Черкесии, возбуждено три уголовных дела. Фигуранту избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Из Дагестана, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и, конечно же, из Карачаева-Черкесии более 150 спортсменов собрались в ауле Кызыл-Октябрь Зеленчукского района на открытый турнир по борьбе на поясах, посвященной памяти Магомеда Хусеевича Чучаева. Среди участников – победители первенств мира, мастера спорта, главный приз – автомобиль. О спортивных состязаниях и победителях Алла Динаева. В ауле Кызыл-Октябрь – большой спортивный праздник. И Старый Млад, отложив все свои дела на потом, спешат занять удобные места, чтобы посмотреть на состязания по одному из самых древних видов спорта – тутуш. А для участия в турнире съехали 150 спортсменов со всего Северного Кавказа, среди которых чемпионы мира по борьбе на поясах. Открытый турнир посвящен памяти Магомеда Хусеевича Чучаева, который рано ушел из жизни, но успел заслужить уважение от насельчан, запомнился добрым, воспитанным человеком, который очень любил спорт и частенько участвовал в различных состязаниях. Имама Ула Шарафуддин Кипкеев поприветствовал собравшихся и совершил обряд ТОА. Четыре года он у меня был учеником. Класс замечательный. У него высокое чувство справедливости было. Доброта в нем, ты с края, вот шла у него. От имени Федерации борьбы России я уверяю вас, что мы его включим в календарный план России. Каждый год он будет проходить, к тому же с присвоением мастера спорта России. Огромную благодарность нашему дяде, родному брату нашего отца Юсуфычу Чаеву, из которого не было бы этого мероприятия. Гости мероприятия и легенды спорта. Серебряный призер Олимпийских игр Калой Картоев и двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдул Рашид Садулаев. Приветствую всех участников соревнований. Очень отрадно сегодня находиться на земле Братской Республики Карачаево-Черкесии. Двойне приятно сегодня присутствовать на этом замечательном турнире. От карачаевского народа и жителей всей республики Марат Узденов преподнёс в дар Абдул Рашиду Садулаеву коня карачаевской породы. Главный судья соревнований – многократный чемпион Северного Кавказа Умар Абдулаев. Вся судейская команда обговорила нюансы, и состязания начались сразу параллельно на двух коврах. Много работы в этот день было и у поваров, которые с утра готовили угощения для всех пришедших на праздник. А детям этот день запомнится надолго, ведь они сфотографировались с олимпийцем Абдул Рашидом Садулаевым. На турнир приехали и одноклассники Магомеда Чучаева. На WhatsApp у нас группа. И вот с того дня, как появилось вот это объявление, каждый день готовились. Каждый день. Мы там должны быть. Он был очень добрым, очень отзывчивым. Он очень мягкий был. Он очень любил девчат нас всех. Он никогда не обижал. Но нас ведь тоже не обижал. Вообще у нас есть класс. Очень дружный был. Руководительница Полина Айберагимовна вышла замуж. Мы всем классом плакали. А он успокаивал нас. Всем, кто участвовал в турнире, помогал в организации и пришел на праздник, благодарность выразила сестра Магомеда Чучаева Тамара Качиева. Он, конечно, не был профессиональным спортсменом. Но во время праздничных мероприятий, во время разных, даже в школе, он всегда занимался борьбой. Погода в этот день выдалась жаркой. Но на ковре было еще горячей. За зрелищными состязаниями, где в девяти весовых категориях за звание лучшего боролись спортсмены, наблюдали зрители. А за финальной встречей на ковре, которая определит абсолютного чемпиона турнира и обладателя автомобиля, следили абсолютно все. Лучшим в каждой весовой категории вручили денежные вознаграждения в размере 100 тысяч рублей. За вторые места 50, а третий – 25 тысяч. Приз абсолютного чемпиона автомобиля выиграл Арафат Баташев и Заула Новая Джигута. Впечатления весьма приятные от того, что собрались на праздник. Поддерживают спорт в нашей республике. Вот такие люди. Аладинаева, Мурат Кемерюгов. Вести. Карачаево, Черкесия. Аул Кызылоктябрь. 50-летний юбилей отметил известный исполнитель, композитор, режиссер, аранжировщик, поэт, чье творчество любимо многими не только на Северном Кавказе, но и далеко за его пределами. Шервани Мурдалов. Человек-оркестр. О творческом пути его расспросила наш корреспондент Белла Джазаева. Приятного просмотра. Я с вами прощаюсь. Хорошего настроения и всего доброго.